Газ в семье Гордеева и Натальи ждали долгих 10 лет. Именно в 2013 году 4-й мирный проезд должны были подключить к голубому топливу. Тогда более 20 человек внесли по 45 тысяч рублей. Однако организация работу не доделала, поэтому нашелся другой подрядчик. Администрация Ленинского района привела ООО «Транстрой» гражданин Лешкевич, там директор, учредитель и все в одном лице. И говорит, ваши трубы газовые будут теперь доделывать «Транстрой». Возьмет всех, кто сдавал деньги уже предыдущей компании. Никто не будет платить, всех подключит. Трубы действительно доделали, говорят жильцы. Однако подключать их бесплатно никто не собирался. С каждой квартиры затребовали от 120 тысяч рублей, вспоминает Наталья. На эти условия, рассказывают люди, согласились пара семей. Снова об этих трубах вспомнили в прошлом году, когда объявили программу бесплатной дегазификации. Тогда семья Натальи быстро подключилась к общей сети через компанию «Сипгаз». Однако вскоре ей пришел иск от компании «Сиптехпром», руководит которой, как и «Транстрой» Лешкевич. Семью Натальи обвинили в незаконном подключении к газу. В подключениях частной сети свидетельствует о сбережении Гордеевым СВ денежных средств на строительство газопровода и о возникновении на его стороне неосновательного обогащения за счет собственника. Сумма требований в иске около 90 тысяч рублей. Этот комментарий юристы «Сиптехпрома» направляли около недели назад для сайта «Толка». Наша редакция обратилась за новым и уже ожидает ответа. Нам необходимо получить официально от вас запрос с уточнением того, какие действия вы хотели бы с нашей стороны видеть, то есть комментарий вам нужен, в каком виде, как, в связи с чем. Звонят мужу, говорят, сейчас прибегал Лешкевич, там пена изо рта практически шла, говорит, вы почему их подключили к газу, пусть они сначала мне заплатят. Или я сейчас поеду и обрежу их трубы. Ответ на эту претензию мы направили, нам юрист написала, мы отправили. То есть там указано, что третьих лиц в договоре нету, поэтому мы не должны ничего платить. Правило подключения к газовым сетям не содержит положения возмездности предоставления собственника сетей. Отсутствие положительного ответа от основного абонента не приостанавливает рассмотрение заявки заявителя и не является обоснованием для отказа в заключении договора о подключении. Последствиями действий Лешкевича КАВ и его сотрудников является подрыв общественного мнения о исполнении поставленных президентом задач в части бесплатной газификации. Выходит, что подключить жильцов должны вне зависимости от мнения частника. Поэтому семьи уже делают проекты. Некоторые из них обратились в компанию Лешкевича. Они пришли за меры, нам сделали, а вы должны оплатить. Это было в январе месяце. Мы оплатили за проект в мае, я еле-еле его получила. Потому что он то не готов был, то она уволилась, то они в другую компанию. Договор на руках и все. Потом они сказали, мы вам позвоним и все это решим. Вот до сих пор они звонят. Константин Лешкевич не в первый раз попадает под прицел региональных СМИ. Ранее его фирма заключила договор о долевом строительстве газовой магистрали в Бийске на сумму свыше 4 миллионов рублей. После чего компания отдала право собственности на газораспределительную систему на компанию СИПТЕХПРОМ. Поэтому суды для бизнесмена дело привычное. Однако семью Гордеевых это не пугает. По словам Натальи, они не сдадутся и докажут свое право на бесплатный газ. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.